Попели, поплясали и разошлись. Очень часто даже нас называют организаторами. То есть мы приехали, что-то провели, уехали. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Задача – это не проводить события, мероприятия, это определять с молодыми людьми цели. Это, исходя из этих целей, выстраивать их треки. Работаем с конкретными людьми. Второе – соответственно, выстраиваем индивидуальные программы. И третье – развиваем активности, которые позволяют реализовать трек каждого человека. Туда и так приезжают активные ребята, которые так или иначе будут замечены. А работать-то надо с теми, кто как раз потерян. В первую очередь, твоя точка активности – это твоя образовательная организация. Сегодня мы говорим про формирование студенческих сообществ. Здравствуйте! В эфире подкаст «Энергия слова». Меня зовут Елена Женченко. Как всегда в это время на телеканале ОТВ мы встречаемся в нашей студии, которая находится в аэровокзальном комплексе «Южно-Сахалинская». И, как всегда, в этой студии мы говорим о темах, которые затрагивают так или иначе каждого жителя Сахалинской области. Сегодня я рада представить гостью нашей студии. Это Анастасия Кожепенько. Анастасия, здравствуйте! Вы руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области. Здравствуйте! Да, в действительности моя задача – это создавать условия для развития молодежи на территории Сахалинской области. Анастасия, первая ассоциация, когда я слышу о молодежной политике на территории Сахалинской области, первое, что мне приходит в голову – это всевозможные молодежные форумы. Когда-то 10 лет назад это был Селесах, преемственник Селигера, потом это форум «Острова», сегодня «Острова». В бытность мою, когда я была студенткой, тоже принимала участие в организации подобных форумов. Но вот то, что видела я, попели, поплясали и разошлись. Сегодня, вот уже спустя десяток лет, произошло какое-то переосмысление этих площадок? Для чего это надо? В действительности, когда говорят «вы право», когда говорят слово «молодежная политика», в первую очередь это мероприятие. И очень часто даже нас называют организаторами. То есть мы приехали, что-то провели, уехали, эффекта никакого не осталось. Это все еще началось в 90-х годах, когда основная задача – это проведение Дня молодежи, Дня города и других разных мероприятий. Плюс есть особенность, что понятно, что на форумы попадают ребята, которые обладают какой-то активностью, они умеют грамотно и правильно выбирать вот эти форумы, приезжают туда и не ставят никакой цели. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, потому что в первую очередь мы говорим о том, что задача – это не проводить события, мероприятия, это определять с молодыми людьми цели, цели того, что они хотят, возраст, с которым мы работаем, это 14-35 лет, и исходя из этих целей выстраивать их треки. То есть когда вы, например, говорите, а я хочу построить карьеру, ну, например, в нефтегазовой отрасли, сегодня я старший школьник. И по факту наша задача, в том числе, я собираю для вас программу индивидуальную, посмотрите, какие форумы вам могут быть интересны, ну, например, форум будущих инженеров, или вам нужно конкретно попасть на форумы «Острова», для того, чтобы посетить завод СПГ, познакомиться с директором «Сахалинской энергии», в общем, начать постепенно входить в профессиональное сообщество. И вот сегодня мы то, что делаем в молодежной политике, это, первое, работаем с конкретными людьми, второе, соответственно, выстраиваем индивидуальные программы, и третье, развиваем активности, которые позволяют, ну, в такой программности реализовать трек каждого человека. То есть по большому счету сегодня вот молодежные форумы становятся площадкой, где будущие работодатели могут увидеть тех, кто к ним придет. И, соответственно, молодые люди могут тоже заявить о себе. В том числе. Это одна задача, о которой мы говорим, это карьерный трек. И здесь как раз почему, например, когда я разговариваю, или мы представляем форум «Острова», наша основная тема карьеры, и нам кажется, что все форумы – это про работодателя и про встречу молодого человека с этим работодателем. В действительности это не только, не только эта задача. Одна из ключевых задач – это показать все возможности. Ну, это такой определенный, если другими словами говорить, это такой определенный Яндекс.Навигатор по вашим возможностям и сложить вашу дальнейшую карту действий на, соответственно, год, два или три. Также мы понимаем, что, например, вы приехали на форум, то есть вы получили с этого форума что-то. В общем, в какой-то момент ваша такая туристическая программа по форумам завершается, потому что у вас есть цели, и для реализации этих целей вам больше форумные площадки не нужны. Вот это, наверное, самое важное, что для нас сегодня является ключевым. Что форум становится точкой, а не самоцелью. То есть попадение на форум не является самоцелью. Кстати, сегодня в стране всего 41 форум. Они все в разных субъектах Российской Федерации, поэтому те, кто знают форумы Росмолодежи, те, соответственно, с удовольствием, в том числе ребята с территории Сахалинской области, путешествуют таким образом по всей нашей стране. Казалось, что гораздо больше. Оказывается, всего лишь 41. Ну вот, кстати, о количестве форумов. На Сахалине примерно 127 тысяч человек, которых относят к числу молодежи. Поправьте меня, так это или нет. Около 110 тысяч. 110 тысяч. Ну, значит, я пользовалась просто статистикой, немножко она уже устарела. И получается, что одного форума острова в рамках нашего субъекта мало. Более того, на форум, такие форумы, как острова, туда и так приезжают активные ребята, которые так или иначе, они будут замечены в институте, их уже знают в школе. На форум они пришли тоже, потому что они активны. А работать-то, помогать со своей реализацией дальнейшей, профориентацией, надо с теми, кто как раз потерян. И это вот, эти ребята, получается, они не придут сами на форум. Смотрите, ну, во-первых, мы говорим о том, что не для всех точкой развития является посещение форума. Второе, все-таки, я бы сейчас сместила акцент с форумов на движение, которое мы развиваем. Да, вот у меня про этот вопрос. Что предусматривают для тех ребят, которые, ну, может быть, замкнуты, может быть, стесняются и не придут сами на эту площадку? Я начну, наверное, начиная там с 14 лет, потому что, ну, вообще, агентство по делам молодежи это, наверное, единственный орган исполнительной власти, который работает вот с большой категорией 14-35. То есть, и по факту мы настраиваем контакт с абсолютно разными группами ребят. И в разный период, понятно, что разные цели и задачи, которые ставит молодой человек. Я начну с 14 лет. Для ребят в возрасте 14-18 лет, я называю их старшими школьниками, для них основная точка их развития это движение первых. Движение первых, оно объединяет разные проекты. Их больше, мне кажется, уже 20 проектов. Это и историческая память, это и то, что связано с первой медицинской помощью. То есть, движение первых у нас есть во всех районах. Открываются первичные организации. Школьник приходит в движение, попадает в первичную организацию и может реализовать всеобразных проектов. В том числе, если ему необходимо попасть на форумы. Опять же, исходя из специфики форумов, например, наш форум про карьеру, есть форумы про предпринимательство, есть форумы про волонтерство. Он может выбрать любой форум страны, потому что на всех форумах на сегодняшний день вот эта опция для именно трека первых, она доступна. Второе. Ты уже не школьник, ты студент. В первую очередь, твоя точка активности это твоя образовательная организация. Сегодня мы говорим про формирование студенческих сообществ. Какую амбициозную задачу мы для себя ставим? Что вся наша область это одно большое, открытое студенческое пространство. То есть, если, например, у меня в строительном техникуме работает передовая БИМ-лаборатория, то любой студент, где бы он не обучался, может прийти и заниматься в этой лаборатории. Или, например, в Сахалинском государственном университете один из основных треков это работа с молодыми учеными. Поэтому любой молодой человек, которого интересны исследования, может прийти в сообщество в университете и, соответственно, к нему присоединиться. Это мы говорим про учащуюся молодежь. Это те, кто у нас прикреплен к образовательным организациям. После того, как ты выпускаешься из образовательной организации, твоя одна из точек твоей реализации это либо карьера, либо семья. Большинство, конечно же, совмещает. Но здесь, соответственно, уже предприятие начинает оказывать на тебя непосредственное влияние, в том числе корпоративная культура работодателя. И здесь наша одна из ключевых задач это развитие, ну, так скажем, неразвитие. Это советы рабочей молодежи. Их еще иногда называют корпоративные советы молодежи. У нас есть такие примеры и на Сахалинской энергии, в Восточной горнорудной компании, и РЖД. То есть это когда молодые специалисты объединяются в сообществе и развиваются в этих сообществах. Что мы на сегодняшний день предлагаем для рабочей молодежи? Это возможность реализации через движение. У нас есть несколько ключевых направлений. Первое – это креативная индустрия и КВН-движение. Оно набирает обороты. Хочешь реализации на сцене при этом без, ну, знаете, так вот, больших профессиональных данных, КВН-сцена доступна для тебя. Недавно прошел фестиваль, мы объединили 29 команд, 18 из них выступили в галоконцерте. И вот сейчас готовим Кубок КВН на Дальнем Востоке. Второе направление, опять же, у нас работает еще арт-резиденция, куда ты тоже можешь прийти. Второе направление – это патриотические движения. У нас действует проект «Будь готов», где ты можешь пройти подготовку. У нас есть проект «Сопричастность», который позволяет тебе стать сопричастным к тем вызовам, которые сегодня стоят перед страной, внести свой вклад. У нас работает молодежное правительство, молодежный парламент, куда можно заявиться с инициативой уже под руководством нашего губернатора Валерия Игоревича Лимаренко развивать проект на уровне области, пройдя определенную экспертизу и так далее. Вот эти структуры типа молодежного парламента, молодежного правительства, им тоже, наверное, уже лет 10 они существуют на Сахалине. Какие действительно значимые инициативы, о которых не стыдно сказать, были внесены через эти органы? Смотрите, вот у нас отличие от других субъектов, ну, от других регионов России, у нас молодежное правительство, это не правительство дублеров. Для того, чтобы зайти в молодежное правительство, нужно реализовать, ну, какой-то заявиться за своей идеей. Расскажу про несколько, наверное, тех конкретных идей, которыми я непосредственно занимаюсь ежедневно. Например, это привлечение средств за счет грантов. Что такое грант? Это такой пример социального предпринимательства. У меня есть идея, мне нужно на нее получить денежные средства. За последнее время в нашей стране для того, чтобы их получить, не обязательно даже иметь юридическое лицо. Например, деньги выдают и физическим лицам. Ты должен, соответственно, оформить эту заявку, подать ее через сайт и получить ответ. И после реализовывать свои идеи. Ну, например, экологический марафон или, например, акция помощи животным. Любая идея, которая тебя тревожит. Или сообщество молодых мам. Вот ты молодая мама, тебе нужно найти свое комьюнити и, соответственно, ты создаешь. Или каворкинг в кофейне, игры, по английскому языку еще очень много чего. Но возникает вопрос, если ты это делаешь первый раз и ты про это никогда не знал, конечно, тебе страшно и тебе нужны так называемые проводники, а кто тебе покажет. Соответственно, вот одна из инициатив молодежного правительства это создание проектного офиса по сопровождению молодых людей. Сегодня мы сопровождаем порядка 200 заявок, но это не заявки на гранты, а это идеи. И из каждой идеи работают консультанты и они доводят это до реализации. Вторая инициатива молодежного правительства, которая была реализована и она сейчас реализуется, это решение жилищного вопроса. На сегодняшний день есть очень много предложений, есть ситуация, когда тебе важно и нужно сориентироваться. Поэтому по инициативе молодежного правительства у нас открыто такое тоже консультационное агентство, которое работает бесплатно, оно работает каждый день. Их задача подбирать наилучшие решения, исходя из жизненной ситуации семьи. В том числе сегодня они работают и с участниками специально военной операции. Они понимают все, все жилищные программы, которые соответственно у нас есть и помогают молодой семье соответственно приобрести жилье, в ипотеку. В том числе я знаю такие кейсы, например, когда вам банк отказал, то есть у нас есть реальные кейсы, банк отказывает семье. Как правило, когда ты получаешь отказ, ты же это не каждый день делаешь, причину не понимаешь. Соответственно, семья обращается в это агентство, буквально в течение суток агентство разбирается с этой причиной, они перезаполняют заявку, потому что там несколько юридических шероховатостей, в итоге семья получает свою долгожданную ипотеку, счастливо находится, живет в квартире. То есть вот такое сопровождение, которое необходимо для решения конкретной задачи. Всего молодежным правительством реализуется на сегодняшний день порядка 10 инициатив. Вот буквально в декабре мы объявим новый призыв молодежное правительство, новые кандидаты. Но здесь что важно, еще раз, молодежное правительство это не способ занять тот или иной пост, это возможность под руководством губернатора реализовать свою идею. Идея может быть абсолютно любая, важно, чтобы она отвечала вызовам, которые стоят перед областью. Ну, кстати, вот идея с проектным офисом, она ведь действительно очень крутая, потому что сколько таких примеров, когда какие-то активные молодые ребята приходят там в муниципальный отдел молодежи и говорят, мы хотим, им говорят, пожалуйста, флаг вам в руки, идите, и все. И в итоге идея разбивается, аборт бюрократических каких-то вот этих проволочек, идея убита, и студент, или молодой человек тоже уже как бы никуда не приходится своей идеей. Это большая помощь, я думаю. Ну, вот задача, которую мы сегодня ставим для себя, это задача 2025 года, это научиться работать с каждым молодым человеком, который у нас проживает. Он проживает в абсолютно разной жизненной ситуации. У нас 18 муниципальных образований, они все объединены в одну область, но когда мы начинаем общаться с молодежью, в каждом образовательном, в каждом муниципальном образовании абсолютно разные, ну, так мы называем портрет молодежи. Ребята, которые проживают в Углегорске, Шахтерске, они совсем не похожи, с одной стороны мы одинаковые, с другой стороны, на тех, кто выбирает, например, для жизни корсаков. Потому что разные задачи, абсолютно разное социально-экономическое развитие территорий. И здесь наша основная задача это научиться общаться на том языке, на котором говорят молодые люди. И это достаточно сложная задача, вы же правильно говорите, ну, вот очень часто, да, молодежку обвиняют в том, что, ребят, ну, вы большие молодцы. Вот Вася, он большой молодец и в школе, он участвовал в четырех олимпиадах, в пяти конкурсах, принял участие в шести форумах, ему вообще негде учиться, а еще о нем беспокоятся родители, которые на всякий случай нанимают ему три-пять репетиторов. И дальше этот человек начинает постепенно взрослеть, вот, а мы используем его потенциал. Вот у нас, а на территории Сахалина мы сейчас не ставим такую задачу. Наверное, неспроста. Основная задача молодежной политики, молодежки, часто так называем, это карьера, дом, семья. Это создать максимальные условия для реализации молодого человека на территории области. И в том числе сделать так, чтобы молодой сахалинец, приезжая в любой субъект Российской Федерации, в отпуск ли он приехал, либо на стажировку он попал, говорил с гордостью о том, что я живу на Сахалине, а знаете, вот у нас вот такие возможности есть. Да, и серьезная история, мы тоже ее понимаем. Например, когда я смотрю количество возможностей, которые на сегодняшний день есть, я понимаю, их гораздо меньше, чем, например, было 10 лет назад, и эти возможности возрастают. Другой вопрос, знает ли молодой человек про эти возможности, и какие возможности ему нужны, а какими он пользоваться, соответственно, не будет. Вот сейчас мы хотим, вернее, даже приступили и делаем уже к формированию такой навигационной карты для разной целевой группы, что вот сидит человек, ему 16 лет, например, для него сейчас важно решить вопрос, куда пойти учиться, и, соответственно, мы даем возможность вот этого выбора, то есть навигируем его и вообще в одном месте показываем, а какие возможности есть, потому что, ну, вот я, честно, сегодняшний день не знаю ни одного ресурса, где вы сможете увидеть все, все, чем вы можете воспользоваться. То есть такой ресурс появится? Да, он сейчас уже есть, мы его вместе с молодежью собираем, вместе собираем с нашим бизнесом, это навигатор карьеры. Для нас максимально важно, это не про карьеру, это, наверное, про успех. Такой навигатор вашего персонального успеха. И здесь это живой инструмент, в который мы добавляем в зависимости от того, что проявляем, когда общаемся с молодежью, те или иные возможности. Я его называю конструктором. То есть смысл в чем, что вы, подписавшись на навигатор, соответственно, начинайте больше понимать про себя, больше понимать про регион. У вас есть возможность сложить, вот мы раньше говорили, карьерный план, а я теперь называю это планом своего успеха на территории того региона, где ты родился, или в тот регион, где ты сегодня находишься, например, переехал. Анастасия, ну вы, наверное, про кадры знаете чуть больше, чем остальные, потому что до той должности, которую занимаете сегодня, руководили агентством по развитию человеческого капитала в Сахалинской области, который тоже активно занимался кадрами. Вот в советское время была практика закрепления на практике после того, как закончил какое-либо учебное заведение. Сегодня, да, действительно, есть проблема, что там ребенок идет, абитуриент поступать туда, не куда он хочет сам, а возможно, он и не знает сам, куда он хочет, а куда ему сказали мама и папа. Потом он не знает, что делать с этим образованием. Понятно, вы рассказали про то, что сегодня ведется вот на ранних этапах в школе еще вот эта работа про профориентации, но никакой молодежной политики не будет в принципе, если молодежи не будет здесь, на Сахалине. Что делается для привлечения молодежи Сахалина? Может быть, есть какие-то программы, совместные с работодателями по поддержке, или вообще, есть ли какая-то борьба среди работодателей сахалинских за кадры, чтобы они приехали именно в их регион? Смотрите, борьба сегодня, конечно, ведется, и борьба идет колоссальная. Есть даже такая шутка, что работодатели уже пошли в детский сад, потому что вариантов нет, и сегодня уже борьба идет не за таланты человека, а вообще за самого человека. И очень часто мы слышим от работодателя, вы нам просто дайте человека, мы его научим сами. Сегодня на одного молодого человека на рынке труда Сахалинской области количество вакансий уж точно больше, чем две. Здесь важно, первое, понимать профиль. Второе, быть достаточно гибким к изменяющимся условиям. Вы говорили о том, что вот бытует вот это мнение, вот я получила образование, и потом я после получила образование, соответственно, затем пошел на предприятие, и там еще работаю 10-15 лет. Мир, к сожалению, развивается сейчас совершенно не так. Мы даже пришли к тому, что, например, для старших школьников сегодня нужно говорить не про карьерное планирование, а про чек-лист успеха. То есть как мы живем? Мы живем сегодня картинками. Вот вы поставили цель и задачу, прошло полгода. Вот вы не достигли, вы ее поменяли. И если той школьник начинает, он поставил задачу, например, попробовать себя врачом. Вот если за полгода ты ни одного шага не совершил, скорость такая, что тебе нужно быстро пересамоопределяться, потому что конкуренция растет. Вот смотрите, конкуренция не за то, чтобы тебе прийти на работу, а конкуренция за успех. Выигрывает тот, кто быстрее работает в ситуации неопределенности, кто готов развиваться, обучаться. Поэтому здесь, если говорить, первое, работодатели создают максимальные условия. Второе, молодой человек сегодня на территории Сахалинской области может выбирать, и зарплаты Сахалинской области, они в действительности конкурентноспособны. Мы видим это по количеству людей, которые нас выбирают на рынке труда Российской Федерации. То есть если бы зарплаты были не конкурентноспособны, а условия жизни плохие, наверное, к нам бы не приезжали не только на форумы, но и вообще просто на любом предприятии ты можешь встретить человека, который взял семью и переехал к нам, счастлив, развивается. Теперь то, что если говорить про то, что сегодня делается для, я говорю, не удержания, потому что если, как только мы говорим флоу удержания, сразу хочется сбежать. Ну, если я говорю, а давайте я вас сейчас удерживать буду. И сразу такой образ рисуется. Вот цепь, я вас сейчас прикую. Сахалился к оторжанию. Да, да, да. А я сейчас хочу сказать о том, что, что сегодня делается для того, чтобы молодой человек просто увидел все, что происходит вокруг него. первое, конечно, огромные усилия вкладываются в развитие высшего образования. И мы видим, как растут здания, то есть ты гуляешь по городу, ты видишь, о, кампус строят, о, студенческий городок строят, вот, волна, бассейн появился. И мы все понимаем, что это одна инфраструктура, и у нас все находится, ну, так скажем, в шаговой доступности 15-20 минут, и ты у ключевого объекта. Или, опять же, когда мы говорим про университет, университет становится открытым. Сегодня филармония находится в здании университета, то есть мероприятие, которое проводится в нашем университете, оно проводится на профессиональной сцене. То есть это не просто актовый зал, то есть где профессиональное звуковое, световое оборудование, где выступают наши артисты, артисты всей страны могут выступать я, студент Сахалинского госуниверситета, тоже могу там выступать. Поэтому развивается система образования не только высшего, но и среднего профобразования. Пожалуйста, приходи, получай образование. Второе. Я говорила про то, что мы сегодня живем в формате успеха. Вот нам нужно здесь и сейчас. Если это требует больших усилий, все, нет, я не готов, быстрые победы, это наше все. Поэтому, в отличие, опять же, от других регионов у нас уже школьник в возрасте 14 лет может выйти и начать летом зарабатывать. При этом заработные платы, вот я знаю, в этом году ребята летом получили 14-летние, 16-летние подростки по 60 тысяч рублей, работая на разных проектах, в том числе, например, на архипелаге. Ну, в общем-то, очень конкурентная такая зарплата. В этом году на предприятии Сахалинской области вышло работать больше 2,5 тысяч студентов. Из них есть студенты, которые к нам приехали из других субъектов Российской Федерации. Есть наши студенты. То есть ребята выходят и вполне спокойно летом могут здесь соответственно работать. Дальше. Если ты становишься выпускником, то после выпуска, если ты наработал свой профиль, да, мы тоже это понимаем, это достаточно важно, то на одного выпускника, вот сегодня там я смотрела статистику, у нас есть молодой специалист, студент, и у него сейчас три места работы. То есть вот он заканчивает, его три предприятия ждут, то есть он находится в ситуации выбора. И про тех же молодых специалистов. Если ты талантлив, даже талантов в чем заключается, ты просто упорно выполняешь задачи, которые перед тобой ставятся. И нарабатываешь свой профессионализм, даже если совершил ошибку, то у тебя есть возможность развиваться и продвигать себя, опять же, как человек, которому инициативен, и он хочет не только профессионального развития и вот такого общественного развития. Поэтому вот этот трекер и возможность получения практического опыта здесь и сейчас, это то, что отличает Сахалинскую область от других. Ну и третье, вот я говорила про то, что навигационная схема, все меры поддержки можно посмотреть в одном месте карьеры, дом, семья. То есть ты понимаешь, что ты можешь профессионально развиваться. Сахалинская область самый большой пакет соцподдержки, хотя я вот думала, например, ну, навряд ли молодой человек, которому 18-20 лет, он сейчас думает о пакете соцподдержки, но уже есть ребята, которые задумываются. То есть пожалуйста, все условия для того, чтобы здесь создавать семью. Ну и третье, что очень многих привлекает, мы единственный островной регион и 40 минут от Южно-Сахалинской ты уже находишься на море. Это тоже доступно далеко не везде при конкурентной заработной плате. Вот мне кажется, если говорить про неудержание, а распознавание возможностей, вот если я понимаю, что здесь есть вот эти три вещи, и мне интересно с одной стороны вызово, вот я такой хочу работать, трудиться, Сахалинская область для тебя. Второе, если я хочу комфортно жить, то есть я не хочу вызовов, мне нужна стабильная заработная плата, мне нужны стабильные условия для семьи, для своих детей, которые должны ходить в детский сад недалеко от дома. Сахалинская область, это тоже про это. Анастасия, большое вам спасибо за интересную беседу, пусть все намеченное получится, и у нас будет еще не один повод для встречи в этой студии. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо. Друзья, это был подкаст «Энергия слова». До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok